Директор Дома культуры под суд. В Сорочинском районе прокуроры передали на рассмотрение дело директора городского центра досуга. 40-летняя женщина почти два года получала зарплату за несуществующего сначала дворника, а потом рабочего по обслуживанию и ремонту здания. С сентября 2012 года сумма незаконного обогащения составила 120 тысяч рублей. Теперь точку в деле поставит районный суд. А вот о других преступлениях и происшествиях расскажем в нашей рубрике «Ориентировка». Очередной поджог автомобилей. Сегодня ночью на улице Диагностики сгорели три машины. Тойота Камри, Пежо и АК. На момент съемок отечественный автомобиль уже увезли. Скорее всего, первой загорелась именно Тойота. Этот автомобиль выгорел полностью. Пожаротехническое заключение по причине пожара. Если действительно будет установлено, что пожар произошел в результате поджога, то материалы будут переданы следственные органы. Во время пожара никто не пострадал. О возгорании сообщил один из владельцев автомобилей. Это далеко не первый подобный случай. 2 октября в городе сгорели пять машин. Это произошло в трех разных местах с прерывами в 30-40 минут. 21 октября сгорела Тойота РАВ-4. И в этих случаях одной из версий был поджог. Сотрудники МЧС сообщили. Не исключают, что это дело рук пиромана. Иногда плескают на автомобиль. Иногда поджигают в самом баке. То есть опускают тряпочку, смачивают бензином и поджигают. Иногда просто под автомобиль бросают как бутылку с бензином и с факелом. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что за поджог чужого имущества грозит уголовное наказание. За 100 грамм синтетики за решетку сегодня на скамье подсудимых Держинского районного суда трое мужчин, которые, по словам сотрудников наркоконтроля, и сами употребляли наркотики и помогали травиться другим оренбуржцам. Полгода они распространяли скорости и другие психотропные вещества по городу. Так зарабатывали себе на очередную дозу. На оперативном видео подсудимые показывают одно из потайных мест, где был спрятан наркотик. В данный момент вот здесь, под этой крышкой, лежит сверток с черной изолентой. Внутри наркотическое вещество находится. Наркотическое вещество какого вида? Белый порошок. Два обвиняемых по данному главному делу. Адреса данных закладок скидывали оператору, и оператору дали неустановленному лицу, за что получали соответствующую заработную плату. Организованная группа действовала на территории города Оренбурга. Следователи рассказали, что сначала был задержан распространитель, и уже через него вышли на остальных участников группы. Преступники показали несколько мест так называемых закладок, где они прятали наркотики. Известно, что пока на скамье подсудимых еще не все распространители зелья. При задержании у подсудимых изъяли смертельного вещества в особо крупном размере. Больше всего за решеткой проведет идейный вдохновитель группы. Окончательно назначить наказание Жарму Хаметову в виде лишения свободы сроком на 11 лет, со штрафом доход государства в размере 100 тысяч рублей, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подельникам дали 9 и 10 лет. Стоит отметить, что двое осужденных работали помощниками машиниста на железной дороге. Украли мобильник. В Оренбургском кинотеатре злоумышленник стащил телефон у билетера. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи. Женщина тут же обратилась в полицию. Подозреваемого быстро установили и практически сразу задержали. А телефон стоимостью 5 тысяч рублей нашли в ближайшем ломбарде. Злоумышленник его сдал за полторы тысячи рублей. Известно, что 22-летний оренбуржец уже не раз попадался на воровстве. Возбуждено уголовное дело.